Всем привет! Первый день после открытия уже за плечами. Я записал для вас первый час игры и покажу, что вообще происходило. На самом деле, я хотел стартовать на Гингере и даже стал напрашиваться в МТ-Тим. Вообще, у меня с ними отношения, я бы сказал, очень тяжело складываются. Не раз мембров МТ-Тим по-разному я называл, но я решил, что надо изучить вопрос изнутри. На полном серьезе хотел вступить. Тут скорее интерес. Мне было очень интересно, какая атмосфера царит в клане и посмотреть на мертвого в роли Кээла. Но возможности не предоставилось. Парни на меня обижены за что-то, так сказать, точат зуб. Хотя сами, в принципе, этого и заслужили, вечными своими оскорблениями и ПК-рейдами. Ну ничего, я человек не обидчивый. Зашел к ним в Дискорд, посидел около часа, даже пообщался с какими-то другими ребятами. Потом я решил стартануть все-таки на Азуре. Кстати, тут тоже интересная вышла история. Ребята с Азуре прознали о моей попытке ворваться в МТ-Тим и тоже, похоже, обиделись на меня. Видимо, день каких-то обижашек вышел. Ощущение, что я давал кому-то какую-то присягу и поклялся играть только с кем-то. Я же играю всегда ради фана и интереса, в первую очередь, со своей стороны. Так что обижаться на меня не надо. Второй момент с новыми серверами. Больше подставы от Эновы я не видел. За два часа до старта серверов они прононсировали магазин. Оказывается, они добавили все, что только можно добавить. То есть на старте можно было очень сильно и до сих пор можно очень сильно забусть персонажа. Купить практически все, что вам нужно. Добавили новые печати и сундук, с которого выпадает все, что только можно. И, конечно же, черные печати, с которых можно заролить себе подвеску Инхасад 4 или 5 уровня. Кстати, на старте, уже через час игры, было сделано несколько таких подвесок 4 и 5 уровня. За эти же печати можно было купить Агатионы, Талисманы, Элесы и Точки, Венец Героя и многое другое. В общем, на 50 уровне шейхи бегали с пятыми, а то пушками, а то и шестыми, частичным эпиксетом, всеми талисманами проточенными, подвески четвертые, камни третьи. В общем, при наличии денег на старте был полный буст. По моему мнению, это подстава. Работяги улетали с удара уже через два часа игры. То есть ни о какой равной или близкой к равной игре речи идти не могло. Я думаю, Инова понимает, что это их последние сервера. И думаю, что учитывая все это, куда катится Эссенс, я имею ввиду его последнее обновление, решили выжать максимум из этих новых серверов. И в принципе, у них это получилось. На старте серверов творилась вакханалия. По-настоящему душная атмосфера. Азур оказался самым популярным сервером. Очевидно, сервер был переполнен. Мобов на старте не хватало никому. В общем, все как всегда. Более того, через три часа после старта сервер начал нещадно лагать, а мобы перестали респаться. На старте я решил купить все, что дает так или иначе прибавку к опыту. И пока я буду пинать мобов, я решил точить шмотки. Купил новые наборы битвы, стандартные паки. Донат у меня было не так много, в сумме наковырял там где-то 7 тысяч. А это, как оказалось, на старте пустота. Тем более для такого класса, который я выбрал гладиатор. Точку я начал с таликов Адена. Знаю, что их точить надо на 7. Шли они, кстати, очень бодро. 4 талика даже точнул на 6. И я считаю это очень круто. У меня было 3 трая точнуть на 7. Но, как вы понимаете, это сложно. В итоге остался только один талик на 6. Следующее, под раздачу попали плащи. Шли они туговатые, я бы сказал. Это, конечно, не овер, где я точнул из 10 плащей 2 на 8. Тут все скромнее. Из 15 плащей зашло 3 на 5. И только один дошел до 6. Считаю это также, в принципе, неплохим результатом. Я рассчитывал где-то на 5. Далее, самое нелюбимое мое дело, это точка поясов. Они точатся в этой игре очень плохо. Итого, у нас 15 поясов в сумме. На плюс 1 горели уже очень бодро все пояса. Но по плану, мне надо было сделать от 1 до 3. И программу минимум я выполнил. Удалось заточить один из них на 3. И это херовый результат. Но примерно на него я и рассчитывал. Поначалу я начал бегать по квесту, убивая квестовых мобов. Но потом скоро понял, что играть за мели очень трудно. И добегать до мобов уже не получается. Быстро бросил эту затею, снарядился в бэгрейд и пошел на высокоуровневые локации. Затем я начал открывать новые сундуки. Сундучки мастера, если быть точнее. Тут, конечно, начался самый ад, пожалуй. Ад для нищего купона вроде меня. С одного сундука выпадает 5 печатей. Плюс дополнительно может выпасть одна из вещей со списка. Моя же цель была выбить 100 и более печати для подвески. Мне хотелось сделать вторую подвеску. 2000 монет это одна подвеска первого уровня. Что неплохо. Но шанс заточить 25%. Итак, все началось неплохо. Я имею в виду дроп сундуков, благословенных свитков и камень АТТ. Ну а дальше я сделал по-тихому. Покупал 20 сундуков, выбивал 100 черных печатей, менял на подвеску и пытался точнуть. Результаты вы видите сами на экране. С шестой попытки, если я верно посчитал, у меня зашла подвеска на 2. Делать на 3 будет, вероятно, очень долго и дорого. Так что я пока побегаю со второй. Вообще моей целью было максимально увеличить прирост к опыту. А для этого нужен талик Адена. Плащ и подвеска для начала. Ну а потом найти нормальный клан. Ну и под конец я чутка поточил властителя и с 2.1 зашел на 1. В общем, буст весьма бедный. Спасибо тем ребятам, которые закинули уже где-то 300 рублей. Сейчас я скриншот выведу на экран. Огромное вам спасибо. И спасибо всем, кто смотрит мои видео, болеет за меня. Всем удачи, хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И встретимся с вами в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok